Сегодня у Гомеля обмерковали готовность регионно-домахчимой поводки. Накольки складанной будет ситуация, поколь тяжко спрагнозовать. Але подтопление домов уже означается. С выводами специалистов ознайомились наши корреспонденты. Бадай самой складанной для Гомельской области была поводка 2013 года, коли подтопленными оказались амаль 6 тысяч подворков. Все ли это такая ситуация не прогнозуется, але каля 30 заяв от дома уладальников обнаемности воды у домахужу зарегистровано. По великим рахункам все будет залежить однодворье. Что тыжится ближайшего дня, и оно поводковым заявам сприять не будет. Все, конечно, зависит от очень многих факторов, в том числе температурных. Но, как показывает предстоящая неделя, температурный режим будет такой, что ночью будет подмораживать, земля будет мерзлая, днем будет очень небольшой слабый минус. Это довольно-таки сильно благоприятно влияет на отсутствие высоких уровней поводков. Разом с тем, на областной селекторной нараде обмерковываются все махчимые варианты. По коль самым серьезным, можно лишить становища у Петриковским районе, где есть вероходность подтопления автодороги. Плюс на пойму вышел Днепр на Лоевшине. Готовность месту для махчимой эвакуации населенства, створение резерву харчевания у проблемных районах, наявность спецтехники. При подрыхтуции до махчимой поводки дроби зелема. Тем более, что многое будет залежить от ситуации у соседних краинах, отколь может прийти великая вода. Это факт так само необходимо обовязково уличить. Мы ожидаем сегодня увеличение уровня воды в наших реках. Почему? Потому что достаточно количество снежного покрова даст этому возможность увеличения. То ли это российской стороны по тех реках, которые Днепр, или это на сегодняшний день Припять, которая с предгорья Карпат вытекает. Поэтому понятно, что здесь мы должны быть готовы. Найбольсначная нагрузка при ликвидации наступства поводки придется на две службы – жилево-коммунальную господарку и областное управление Министерства по независимых ситуациях. По словах вертовальника Уяны, до боротьбы со стихией полностью готовы. Необходная техника есть, а постоянные тренировки допомагают потребовать у особого состава необходимый профессионный узровень. В настоящее время Гомельское областное управление МЧС полностью готово к поводковому периоду и, конечно же, к предстоящему пожароопасному периоду. На сегодняшний день сформировано пять сводных отрядов, которые готовы выехать в течение определенного времени в любую точку Гомельской области и, конечно же, нашей республики.